Рабинович, я слышал, что вы купили новый телевизор. Вы таки стали лучше жить? Ой, я вас умоляю, Фима, нам таки стало лучше видно, как другие живут лучше нас. Рабиновича запустили в космос. Он радирует. Находясь на расстоянии 10 тысяч километров от Советской Родины, чувствую себя хорошо, как никогда. Рабинович, почему вы продаете водку Абсолют по 10, когда у Мейерсона она стоит 5? Ой, мне нравятся эти вопросы. Пойдите и купите водку Абсолют у Мейерсона. Но у Мейерсона как раз сейчас нет водки Абсолют. Ну так когда и у меня не будет водки Абсолют, я сразу буду продавать ее по 5. НЭП. Рабиновича пригласили в ЧК. Мы строим социализм, но у нас денежные затруднения. И мы рассчитываем на вас, товарищ Рабинович. Наверное, у вас припрятано золото. Сдайте его. Я должен спросить жену. На завтра его снова пригласили. Что сказала ваша жена, товарищ Рабинович? Она сказала, пусть не строят. У меня тоже нет денег. Так ведь я не строю. Великая Отечественная война. Все ушли на фронт, а Рабинович остался и подался в большевистское подполье. Ну, дает ему первое задание командир. Рабинович, вот тебе пачка листовок. Пойди среди населения распространи. Рабинович уходит. Ждут его день, два, неделю. Нет у Рабиновича. Но, думают, взяли его фашисты. Надо срочно место дислокации менять. И тут приходит Рабинович. Рабинович, где же ты был? Листовки распространял, товарищ командир. А что ж так долго? А вы сами попробуйте эти бумажки продавать, когда у людей денег на хлеб не хватает. Рабинович, вы зачем фамилию решили поменять? Да я так подумал. Лучше быть умным Петровым, чем обыкновенным Рабиновичем. К концу пятилетки у нас будет по 10 килограммов мяса на человека, говорит лектор. Его перебивает Рабинович с заднего ряда. А, простите, тут плохо слышно. Вы сказали Ка или Ке? Не понимаю вопроса. На человека или на человеке? Рабинович, вы слышали? Абрамович купил еще одну яхту. Интересно, зачем ему столько? Думаю, он и сам еще не знает. Лучше спросите меня, каких трудов мне стоило впарить ему еще одну яхту? Рабинович впервые пришел на бега. Он поставил на никому неизвестную лошадь и выиграл. Тотализатор выплатил ему 641 к 10. Шлемензон стоит рядом, бледный как полотно, и просит. Яша, ну скажи мне, кто дал тебе этот совет? А зачем мне чей-то совет? В программке я прочел конюшню Розенфельда, кличка лошади Рахель. Вот я и сказал себе, это ж еврейская лошадь, как-нибудь да прорвется. Рабинович поругался с женой и пошел жаловаться на нее в синагогу. Рабинович, прекратите уже жаловаться на свою жену. Семейная жизнь, чтобы вы знали. Это такая тихая гавань, где ваша лодка встречается с другой лодочкой. Да, это все так, Рэбе. Но шо мне прикажете делать, если я таки встретил военный крейсер? Редактор субтитров А.Семкин